Аутоиммунные заболевания представляют собой группу расстройств, при которых иммунная система организма атакует собственные клетки и ткани, ошибочно принимая их за чужеродные. В нормальных условиях иммунная система защищает организм от вредных бактерий и вирусов, но при аутоиммунных заболеваниях эта система сбивается, что приводит к воспалению и повреждению здоровых тканей. В сегодняшнем выпуске мы узнаем о причинах возникновения таких заболеваний, способах их диагностики и лечения. Не переключайтесь! Аутоиммунные заболевания – это заболевания, связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека. Механизм возникновения данных процессов пока не выявлен, специалисты не могут понять, с чем связана негативная реакция иммунной системы на собственные клетки. Спровоцировать сбой в организме могут травмы, стрессы и различные инфекционные заболевания. Самым известным заболеванием из этой группы является ревматоидный артрит. Однако эта болезнь отнюдь не является самой распространенной аутоиммунной патологией. Наиболее часто встречаются аутоиммунные поражения щитовидной железы, диффузный токсичный зоб и тиреотит хошимото. По аутоиммунному механизму также развивается сахарный диабет первого типа, системная красная волчанка и рассеянный склероз. У всех аутоиммунных заболеваний свои симптомы, но есть ряд основных. Причины возникновения данных заболеваний до конца еще не изучены. Аутоиммунные заболевания – это категория патологий, связанная с нарушением иммунной системы. То есть, простыми словами, это можно сказать, когда собственные иммунные клетки начинают поражать собственные органы. Какова причина? Но большинство слагается в том, что это генетическая предрасположенность, либо это внешние факторы, экологические факторы. Это может быть курение табаком, либо это может быть окружающая среда. Также можно сказать, что и беременность, потому что во время беременности у женщины изменяется гормональный статус, и женщины более чаще страдают два раза именно аутоиммунными заболеваниями. Также это может быть после перенесенных бактериальных и вирусных инфекций. Также есть факты в том, что дети, которые воспитываются в таких вот условиях, в санитарных условиях, слишком таких вот, тогда возможно, что дети чаще болеют именно аутоиммунными заболеваниями, в два раза чаще. Самые распространенные заболевания – это болезнь крона, когда поражается все слой кишечника. Это системная красная волчанка, то есть она поражает практически весь организм. Также это сахарный диабет первого типа. Это можно еще сказать, что это гемолитическая анемия. То есть сейчас очень много детей страдает гемолитической анемией. Еще можно добавить склеродермию, когда повышается выработка коллагена и кожа становится более толще. Симптомы аутоиммунных заболеваний могут варьироваться в зависимости от конкретного заболевания пораженных органов, но существуют некоторые общие признаки. Общими симптомами являются аутоиммунные заболевания. Это, ну, скажем, чаще всего распространенные, это общее недомогание, это может быть патологическое снижение температуры тела, резкое снижение веса, то есть не является какими-нибудь соматическими проблемами. Также здесь в зависимости, конечно, и от систем. То есть это может быть проблема с пищеварением, это может быть проблема с уставами, это может быть проблема сердца. То есть, но аутоиммунные заболевания – это специфические заболевания. Здесь, конечно, нужно определенный анализ сдавать, чтобы диагностировать это, то ли это соматическое идет, то ли это уже аутоиммунные заболевания. Немаловажную роль в выявлении аутоиммунных заболеваний играет качественная, своевременная диагностика. Ведь именно от нее зависит дальнейший план лечения. Специалисты отмечают, что аутоиммунные заболевания требуют комплексного подхода к диагностике и лечению. Если вы заметили общее недомогание без видимых на то причин, нужно немедленно обратиться за помощью к специалисту. Методами и диагностиками являются самыми распространенными – это общий анализ крови, развернутый общий анализ крови, ревматоидный фактор и ЦРБ, а также антинуклеиновые факторы или антинуклеиновые ядра. Это именно анализ показывает на аутоиммунные специфичные заболевания. То есть, если они уже положительные, то их там около 50 видов. Поэтому, по следующим, чаще всего назначают их. Ну и, соответственно, в зависимости от системы. То есть, пищеварительное – это нужно более глубоко изучать, также анализы, кала, УЗИ, ну и, соответственно, так далее. По сердцу – это УЗИ и все, в принципе, по системе. Все в зависимости по системе. Современные методы лечения – это чаще всего, конечно, стероиды. То есть, это является преднизолон, дексаметазон, который именно вырабатывается над почечниками, чтобы контролировать заболевание. Потому что, как таково, аутоиммунные заболевания, они не лечатся полностью. Подробнее о причинах возникновения, а также методах диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний мы поговорили с врачом-неврологом городской многопрофильной больницы на УРСБАИМ-СМОГУЛАМ. Здравствуйте, спасибо, что согласились рассказать нам о такой важной проблеме, как аутоиммунные заболевания. Для начала хотел бы вас спросить. Расскажите, пожалуйста, о причинах их возникновения и какую роль в этом всем играет наследственность. Действительно, аутоиммунные заболевания, особенно в последнее время, набирают серьезную актуальность в том плане, что распространенность растет среди населения. Причина тому до конца неизвестна. Еще с ранних университетских партнеров нам всегда писали, что причина неизвестная, причина идиопатическая, что значит, что точной причины нет. Множество гипотез, связанных с нарушением питания, диете, рационе, мол, ГМО и все вредные средства, мол, способствуют этому. Да, наследственность играет серьезнейшую роль. На сегодняшний момент исследования, которые у нас имеются на руках, в большинстве своем фигурируют такие гены, как HLA-B27, DDR4 и так далее, которые вот как раз-таки отвечают за подавление иммунной гиперактивности, то есть когда наша иммунная система атакует нашу собственную ткань, что ведет к аутоиммунным заболеваниям. Про системную красную волчанку. Как она проявляется, чем она опасна и ее основные симптомы? Системная красная волчанка является той нозологией, которая относится к грематологическим болезням, так называемой ДЗСТ, диффузные заболевания соединительной ткани. То есть здесь повреждается именно соединительная ткань. Это сосуды, суставы, но в большинстве своем это базальная мембрана сосудов, то есть какой-то слой сосудов и, соответственно, повреждается множество органов, где имеются сосуды, а где их нет, нигде. Они везде есть, поэтому проявления самые разные. Но то, что наглядно для нас с вами, человеческому глазу, это вот называется эритема в виде бабочки на лице, а вот когда есть покраснение в области щек, вокруг носа. Вот это выглядит в качестве бабочки, так и называется люпус бабочка. Также серьезнейшим осложнением является повреждение почек. Называется люпус нефрит, люпус артрит. Люпус значит волк. Оттуда и название, вот это люпус, приставка везде идет. Как аутоиммунные заболевания влияют на качество жизни человека, который уже имеет их? В зависимости от стадии и клинических проявлений этих аутоиммунных заболеваний, самой конкретной аутоиммунных заболеваний, так как мы говорим не об одном только случае, а их целая группа, то в большинстве своем, ввиду того, что они трудноизлечимы, они почти всегда ведут к снижению качества жизни. Пациенты, как правило, инвалидизируются, и даже при успешном поддерживающей терапии, то качество этих долгих лет жизни, оно сильно страдает, что также ставит это заболевание на серьезную актуальность. И в этом направлении на данный момент исследуется множество вопросов в плане их лечения. А может ли человек, у которого есть, допустим, системная красная волчанка, и она поразила почки, ему может помочь пересадка? То есть она ее искоренит или она просто ведет ее в какую-то ремиссию? Действительно, оно может продлить жизнь, но, к сожалению, само заболевание не излечит. Тут первая причина плохой почки, так скажем, повреждения почки, оно ведь не кроется в самой почке. Но почка здесь изначально была здорова, но она повредилась в следствии повреждения иммунной системы, то есть не самой почки. Да, мы можем, конечно, провести трансплантацию почки, мы можем увеличить продолжительность жизни данного пациента. Но, к сожалению, новая почка подвергнется той же самой ситуации, что и предыдущая. Спасибо вам большое за ваши ответы, очень интересно было с вами побеседовать. На этом наша передача «Рецепт здоровья» подошла к концу. С вами был я, Эдуард Погребицкий. Берегите свое здоровье. Увидимся в новом сезоне на телеканале КОКЩЕ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова